всем привет сегодня у нас выходной с утра хотел поехать на рыбалку но как видите погода начала капризничать и пришлось это дело отложить поэтому сейчас перейдем мою мастерскую и будем делать очередную самоделку для рыбалки погнали сегодня вам хочу показать как легко и быстро можно сделать отличную ловистую снасть под названием резинка именно для ловли карася и другой мирной рыбы которая будет отлично работать на озерах и реках с маленьким и слабым течением вот этот покупной наборчик валялся у меня несколько лет и сейчас я его применю а именно мне понадобится с него только вот это вот резина основная леска у меня будет толщиной 0 5 миллиметров поводочки я буду делать из лески толщиной 0 3 соответственно понадобится еще несколько крючков вместо грузила можно использовать простую какую-нибудь любую железяку весом от 200 до 400 грамм это для того чтобы можно было спокойно закидывать с берега а не завозить груз с лодки также потребуется кембрик немного провода на который спокойно можно насадить кембрик чтобы он на нем сидел туго как видите он налазит но сидит жестко резинка толщиной 2 миллиметра длина ее составляет 5 метров соответственно основной лески мне потребуется около 25 метров это будет запасом сразу же отрезал вот эти вот соединения с узлами потому что на нее надо обязательно надевать какую-нибудь трубочку моем случае это старая капельница то есть вот она хорошо туда заходит завязать и вот такими уже петельками крепить сразу же отрезал два кусочка такой петельки будет достаточно теперь продеваем саму резинку здесь завязываем обычным узлом обязательно резину нужно смачивать чтобы узел не подгорел так вот перекинули водичку можно наслюнить и затягиваем подтягиваем именно вот сюда вот к этой капельницы вот примерно что получилось теперь дальше делаем еще один контрольный узел также смочили и завязываем вот это вот друзья уже будет правильное соединение а не то что было именно на покупной лишний хвостик можно откусить с другой стороны поступают точно также сама резина растягивается приблизительно в пять раз вот грубо говоря два сантиметра отмерил спокойно даже до 12 растянул ну то есть вот пять раз это самое то постольку поскольку здесь пять метров резины значит рабочая длина будет 25 метров ну с запасом то есть отмотаю лески 30 метров на покупной резинки стояли вертлюжки но я буду делать обычные петли так будет надежнее и меньше будет привлекать рыбу и пугать тот край который будет цепляться к леске оснастил таким карабинчиком с вертлюжком отматываю основную леску 30 метров после того как отмотал с одной стороны делаю петлю обычным двойным узлом можно тройным также не надо забывать смачивать эта петля будет цепляться за этот карабинчик чуть не забыл к перед тем как завязать петлю нужно одеть пять кусочков кембрика на основную леску приблизительно по сантиметру длиной резинка у меня будет состоять из пяти крючков чембрики на месте после этого завязываем петельку дальше от этой петли отступаем 60 сантиметров здесь у нас будет первая петля для крепления поводочка вяжу также обычным двойным узелком прокинули два раза леску смочили и подтягиваем для контроля можно еще сделать еще выше один узелочек очень хорошо вот так вот это все дело затянули первый крючок у нас будет на расстоянии 50 сантиметров между остальными петельками будет 40 сантиметров то есть расстояние между крючками будет по 40 сантиметров теперь берем один кембрик сдвигаем у к первой петельки отмеряем от петельки до следующей 40 сантиметров здесь делаем вторую петлю также двойным узлом перекидываем смачиваем и затягиваем для контроля можно еще один узелок сделать также смочили и подтянули опять же берем кембрик следующий сдвигаем его к петельке отступаем 40 сантиметров небольшим чтоб еще место под петлю оставалось и делаем следующую ну и так далее ну вот такая вот гирляндочка у меня получилось из пяти петелек и пяти кембриках теперь можно заняться поводками но перед тем как я ими займусь сперва надо зафиксировать кембрики а именно отрезать чуть меньше длины пять кусочков провода в изоляции и воткнуть их вовнутрь дальше вам покажу для чего это нужно еще раз напомню что кембрик должен очень туго одеваться на провод вот что должно получиться своего рода стопорочек который спокойно ездит по леске так не скользит сейчас сделаю все и продолжим такие вот бусы получились приступаем к изготовлению поводков между двумя петельками у меня 40 сантиметров поэтому поводки не должны превышать 20 сантиметров чтобы между собой не пересекались и не путались леску для поводков отрежу пять кусочков по 25 сантиметров этого будет достаточно чтобы привязать крючок и с другой стороны сделать петельку и они будут одной длины приблизительно по китайской нумеровки будут использовать крючки 6 номера ну как привязать крючок я уж не стал вам показывать у каждого и свои любимые узлы а сверху делаем обычную такую же петельку как на основной лески двойным узлом также все узелки не забываем смачивать чтобы леска не перегорела лишь не откусываем того длина у нас получилось 14 сантиметров примерно одного размера все поводочки будут сейчас закончу и перейдем к следующему этапу после того как все пять поводков готовы их смело уже можно одевать на основную леску одевать их будем петля в петлю продеваем вставляем крючок и подтягиваем так поступаем со всеми пяти штучками теперь объясняю для чего я делал вот эти вот кембрики то есть сразу же чтобы крючок не мешался просто его вот сюда вот цепляем фиксируем и он у вас уже точно никуда не денется будет жестко сидеть на леске и при забросе не будет ни за что цепляться и вам мешать сейчас одену все поводочки и можно сказать снасть будет готова все делается точно так же петля в петлю опять же берем кембрик цепляем сюда крючок то есть смотрите друзья вот в таком положении при забросе вы уже точно никогда не зацепитесь за крючок они вам не будут мешаться это для заброски с берега когда снасть уже ляжет на дно вы спокойно достаете ее за основную леску снимаете отсюда крючки одеваете насадку наживку и рыбачите после рыбалки обратно их также вот заправляете теперь остается это все собрать только в одно целое берем край лески который без петельки то есть с другой стороны и привязываем его к мотовилу тут уже опять же кто каким узлом хочет таким увяжитель затем наматываем леску еще раз повторюсь что в таком исполнении снасть именно на мирную рыбу на карася карпа сазана ну и так далее когда домотали до вот этой петли берем карабинчик с вертлюгом также делаем здесь крепеж петля в петлю вернее петля в ушках надеваем вертлюг перекидываем карабинчик и затягиваем такое вот крепкое соединение получается дальше берем резинку надеваем на карабин и настегиваем поджимаем чтобы было покрепче переходим на вторую сторону и теперь наматываем резинку ну вот и все друзья снасть резинка на мирную рыбу готова можно хоть сейчас идти рыбачить скажу еще одно то есть если вы будете использовать тяжелые груза обязательно к этому грузу нужно цеплять еще контрольную леску желательно там 08 или миллиметр чтобы отдельно доставать ей груз груз должен вот именно для такой резинки для тонкой быть от 200 до 400 грамм то есть это подойдет любая железяка либо камень который вы нашли на берегу либо кирпич ну и так далее в одном из следующих видео я обязательно покажу как на нее рыбачить ну а на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал если кому то интересно обязательно что не пишите в комментариях всем спасибо за просмотр и до новых видео всем пока